Уже скоро в России стартует чемпионат мира по футболу. Впервые на территории нашей страны, ведь мы славимся не только одной из сильнейших экономик, чтобы позволить себе мероприятие такого масштаба, но и невероятными успехами в этом виде спорта. Последнее время у нас не клеится. До старта турнира меньше месяца, и пока на стадионах то крыши протечет, то табло сломается, а туристические улочки в ППХ реставрируют к началу чемпионата, единственное, наверное, с чем наши на 146% преуспели, это с российским талисманом Фи-Фы, волком-забивакой. Отсыпь на забивку. Пятнашка баксов, чувачок! Без сарказма, это и правда классный и стильный персонаж, который при всей своей значимости обошелся заказчикам всего в 500 долларов. Наверное, самая мелкая трата за всю подготовку к Фи-Фе. Или к Фи-Фе. И это в какой-то степени даже хорошо, ведь за миллионы рублей мы логотипчики уже видели. Уж лучше пусть и дальше студенты на конкурсной основе делают от души, чем вот так. В честном голосовании за бивака обскакал конкурентов с огромным отрывом. Красный кот во вратарских перчатках с когтями особой симпатии у массового зрителя не вызвал. Дырявых мечей нам еще не хватало. Да и мы уже видели, как настоящие коты выглядят в Фи-Фе, если их сфоткать на камеру от Плейстейшн и сунуть в автоматический конструктор аватарок. Тигр-космонавт уже интереснее. Этот страстный хищник заставляет пуговицы на женских блузках улетать на орбиту. Что для тебя, Тигр? Гибкий, сильный, страстный. Но последние достижения России в космическом пространстве ставят под сомнение его символизм. Что-то, кажется, идет не так. Последнее время у нас не клеится. Остается волк. Пускай и отрицательный персонаж в большинстве народных сказок, но стокгольмский синдром у нас в стране довольно твердо устаканился, так что почему бы и нет? Он же такой харизматичный, настоящий самец. Здравствуйте. Уступим место в эфире, а то с ним лучше не шутик, говорят. Ради волка я готова на многое. Меня привлекли самцовые качества волка. Фак, и ладь, напосай! Забивака стал, пожалуй, рекордсменом по народной любви среди футбольных талисманов в рамках всего мира. Особенно волчок приглянулся на западе. То ли дело в его схожести с одним покемоном, то ли секрет в фирменных очках, как у трейсера из Овервотча, но забиваки посвящают огромное количество творчества. И ровно как и в ситуации с уже известной вам лисицей Северной Кореей, забивака не остался незамеченным сексуально озабоченной частью сообщества Фури. Don't do it, don't do... Oh, no. Забивака! Oh, Zabivaka! Are you people proud of yourselves? You made rushes for someone to cry! Putin, don't look! Putin, no! Oh, no, you made Putin cry! Брррр! Но посмотрим на это со светлой стороны. Чем бы детвора не тешилась, лишь бы они фирменные брелочки, да и игрушки с прочей атрибутикой покупали. Кто вообще в здравом уме будет покупать такое, да? Из всех маскотов Фифы Забиваки пока повезло больше всех, потому что он стал мемом и уже явно запомнится надолго даже людям далеким от футбола. На мой взгляд, российский талисман получился столь удачным именно благодаря тому, что над ним работала обычная студентка из Томска, и на ее месте мог быть любой из нас. Я искренне считаю, наше будущее как раз за такими обычными людьми, с душой отдающими себя любимому делу и самостоятельно строящими собственную карьеру, цепляясь за любые предоставляемые судьбой возможности. А возможности сейчас выше крыши. Если тебе по душе такие современные профессии, как веб-дизайн, программирование и интернет-маркетинг, то не упусти бесплатный онлайн-марафон от Skillbox, который стартует 4 июня. Четыре недели прокачки твоих скиллов с ведущими практиками. Работодателям нужны крутые специалисты, понимаешь, они уже сами готовы этих специалистов воспитывать, а ты все не решаешься. Вперед, не сдавайся и воплощай мечты. Ссылка на регистрацию в описании. Ладно, а че там у остальных по маскотам? Давайте посмотрим, чем выделялись символы чемпионата мира по футболу других стран за всю историю проведения этого мероприятия. Сколько бы штрафных подкатов и жестких наездов не совершали футболисты во время матча, в конце игры соперники всегда пожимают друг другу руки в знак дружбы. Такой подход поддерживают тип и топ. Лучшие друзья-футболисты, увековеченные в опьятиях. Все тип-топ! Представлены эти неделимые товарищи как талисман Федеральной Республики Германии в 1974 году. Если задуматься, тип и топ это еще и символ мира, между разделившейся после Второй мировой войны на два лагеря Германии. Все же помнят Берлинскую стену. Запомнились эти ребята тем, что всегда были вместе и не отходили друг от друга ни на шаг. А что, удобно, это ж два талисмана по цене одного. Но стоит чуть повнимательнее посмотреть на атрибутику с типом и топом, и можно заметить, что они как будто срослись воедино, эдакие сиамские близнецы. И теперь это уже не символ дружбы, а какой-то жуткий четвероногий двухголовый результат чудовищных экспериментов нацистского доктора Менгеля. А может они пытаются слиться воедино, как во вселенной Стивена? Их конечная форма, я полагаю, должна тогда выглядеть как-то так. Как бы то ни было, у типа и топа все было явно тип-топ. Немцы оказались в восторге от этих ребят и потратили на сувениры с их изображением аж 7,5 миллионов марок. Однако с тех пор типы топ почти не появляются ни вместе, ни по отдельности. Видимо, они смогли поделить доход. В 2006 году в Германии снова проводился чемпионат мира по футболу, где типа и топа заменили два новых персонажа. Лев Голео шестой и говорящий мячик Пилле. На этот раз, несмотря на масштабную работу над продвижением, с талисманами все вышло не так удачно. А ведь для Голео и Пилле даже биографию придумали и наделили личностными характеристиками. Если кратко, Голео родился в африканской саванне, но был пойман браконьерами. Потом его на корабле привезли в Германию, где он и выигрывает конкурс талисманов. Такая себе история. Особенно немцы не поняли, к чему тут вообще Лев, который больше ассоциируется с Англией, и который, собственно, уже успел побывать талисманом фифы в Англии. А вот у мячика Пилле история занимательнее, если сюда вообще подходит такое слово. Судя по его официальной биографии, он был сделан в Адидасте, где в него закачали некий газ, там так и написано, и хотели провести тесты, но почему-то он был отправлен с остальными мячами на чемпионат. Очень трудно представить, какой именно газ в него закачали, но глядя на его лицо, явно какой-то увеселительный. Оно, в принципе, и понятно. Не каждый одушевленный предмет с такой улыбкой на лице смог бы спокойно принимать пинки, не накачавшись предварительно транквилизаторами. И вроде предыстория персонажей имеется, и в музыкальных клипах они то и дело светятся, но немцам такое пришлось не по вкусу. Видите ли, Лев решил не надевать шорты, и такой акт эксгибиционизма оттолкнул потенциальную аудиторию. Даже в Фури не заценили голову льва, а значит точно провал. Дональда Дака в Германии, надо полагать, тоже не очень любят. Что же делать? Снимать штаны и бегать! Фирма, делавшая мерч по Галео, обанкротилась перед самым началом чемпионата, а немцы избрали себе альтернативный символ Орленка Паули. Он не наш, он чужой, он всегда был для нас чужой. Броненосец Фулеко был талисманом Бразилии в 2014 году. Своим милым обликом и способностью сворачиваться в клубок он покорил сердечки зрителей, но на самом деле все немного печальней, чем кажется. Имя этого зверька не просто так является сочетанием слов футбол и экология, ведь Фулеко — представитель вымирающего вида бразильских броненосцев. Параллельно с продвижением чемпионата Фулеко выступал так же, как защитник экологии, однако в итоге ни копейки от продаж мерча с ним FIFA не вложила в защиту вымирающего вида. Крайне несправедливо, не так ли? Но это еще не все. Вкупе с протестами в течение всего чемпионата, на котором бразильцы, будучи недовольными количеством влитых в это событие денег, выступали за его бойкот, протестующие пытались сделать из Фулеко символ коррупции. И, судя по всему, у них получилось. Стены оказались расписаны стрит-артом с Фулеко в роли негодяя, а на демонстрациях можно было встретить вот такого видоизмененного талисмана по имени Тату де Радо. Игра слов на португальском, которую я бы адаптировал как «бронено с детс». Кончилось все в итоге хорошо для всех. И чемпионат провели, и импичмента президента спустя два года добились. Неподготовленный взор может спутать эту птаху с дятлом Вуди, но вообще это талисман Франции на чемпионате мира в 98-м. Петушок Футикс. Который стал самым успешным маскотом в истории, хотя бы потому, что в том году сборная Франции выиграла кубок. Ну и, как приятное дополнение, прибыль в размере 27 миллионов долларов на продаже официальной продукции с этим пернатым персонажем. Французы тогда разошлись не на шутку. И тебе йогурты с прочими вкусняхами, и одноразовые фотики, и томогочи, и даже презервативы, если верить ресурсу «Францинфо». Именно с фифы 98-го года футбол во Франции стал мейнстримом. Люди, никогда не интересовавшиеся этим видом спорта, вдруг стали болельщиками, и с тех пор заядлые тру-фанаты называют футбольных позеров «футиксами». Так что в какой-то степени ими талисмана превратилось в определенных кругах ругательства. Футикс-да ме... А вот вам еще забавный факт, связанный с ростовой куклой футиксов, которые ряженые выходили на поле для увеселения зрителей. Если приглядеться, то вы не заметите прорези для глаз. В ранних версиях костюма передвигаться приходилось вслепую, и только уже после неудачных выступлений были добавлены нужные дырки, глядя на которые теперь не сразу поймешь, это ноздри или еще одни глазищи в духе сраного «кукарикуклус клана». Из самых необычных вариантов можно также отметить итальянское нечто под названием «Чао». Этого человечка люди ассоциировали скорее с развернутым кубиком Рубика, нежели с футболом. Ростовую куклу из такой конструкции сделать нереально, но итальянцы нашли альтернативное решение, которое вы сейчас видите на экране. И которое еще не раз увидите в ночных кошмарах. Наш вариант с забивакой не только один из самых удачных в плане дизайна, но и один из самых миметичных. Можно много шутить про многозначность слова «забивать», чем народ и тешится, и это создает много дополнительных подсмыслов, идеально вписывающихся в происходящее вокруг чемпионата. Ведь даже если поворотом на поле наши футболисты особо не попадают, то все мы уже давно забили на этот факт. Спасибо за просмотр и низкий поклон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!